Образование без границ. Кустанайский политехнический высший колледж провел на своей базе встречи с зарубежными партнерами. Впервые с возможностями учебного заведения познакомились ученые из России, Франции и даже Кипра. Все они готовы расширять партнерские отношения, обмениваться опытом и обучать наших студентов и преподавателей. Каких договоренностей уже удалось достичь наш следующий сюжет. В тот случай, когда хочется рассказать обо всем, об истории колледжа, его нынешних достижениях, студентах, проектах, планах, Кустанайский политехнический высший колледж встречает зарубежных партнеров. Россия, Франция, ректор финального международного университета Северного Кипра ставит своей целью пригласить как можно больше студентов из разных стран. Одна выпускница этого колледжа уже получила свой счастливый билет – грант на обучение. Это только начало партнерских отношений. Также сегодня готовится открыть новую программу по туризму. Основная цель – это интернационализация. Также это большая возможность обмена опытом. Не только студенты могут приезжать, но также лекторы, учителя. Мы верим. Образование – это то, где люди из разных стран должны работать вместе. Гостей студенты угощают собственной выпечкой и пирожными. Важно то, что местные преподаватели несколько лет назад прошли обучение во Франции. С одним из лицеев, который занимается подготовкой поваров и кондитеров, колледж сотрудничает вот уже пять лет. Опыт, полученный за границей, неоценим. К тому же, есть о чём рассказать и о таком направлении, как дуальное образование. Эта система очень динамично сегодня развивается во Франции. Можно сказать, что наше правительство около одного-двух лет начало внедрять это. Надеемся, что наше сотрудничество с Казахстаном будет продолжено, и мы сможем обмениваться опытом по разным направлениям. Сегодня в колледже студенты усиленно изучают французский и английский языки. Это важно для прохождения стажировки за границей. Мы планируем обсудить более детально, более пошагово конкретный план нашего сотрудничества. Плюс мы планируем открыть новую специальность. Это ресторанный бизнес именно по подготовке сервиса, развитии этого движения. И, конечно же, радует, что у нас не один международный партнёр. Ректор университета Кипра, с которым мы уже сотрудничаем тоже на протяжении уже более четырёх лет. Отрадно отметить это партнёрство, что именно этот университет выделяет гранты на подготовку по приоритетным направлениям нашего региона – это машиностроение, в то же время и робототехника. Сегодня уделяется большое внимание индустриализации, экономике. И поэтому мы рады визиту господина ректора. Пару месяцев назад налажено партнёрство и с одним из лучших колледжей Санкт-Петербурга. В России заключён меморандум о сотрудничестве, а сегодня за круглым столом здесь обсудят более детальные планы по дальнейшей работе. Нашей задачей стоит продолжение сотрудничества, то есть его углубление. Нужно будет подписать дополнительное соглашение, в котором мы уже более чётко очертим все наши линии сотрудничества, утвердим тот перечень программ, которые мы хотели бы развивать. Мы опишем те возможности, которые мы можем предоставить друг другу. Обязательно в этом ДОП-соглашении предусмотрим возможность посещения делегаций колледжей студентами и преподавателями колледжа нашей площадки в городе Санкт-Петербурге. И очень надеемся на продолжение сотрудничества и видим его максимально перспективным. Один из важных вопросов – работа системы академической мобильности, как будет проходить отбор и сколько студентов ежегодно смогут выезжать за границу. Опыт такой назовут уникальным из-за безвалютной системы обмена. То есть все расходы берёт на себя принимающая сторона.